Привет, друзья! С вами Рустам и Оксана. Сегодня будем готовить торт, который называется Молочная девочка. Для этого нам понадобится молоко сгущенное, сыр рикотта или можно использовать маскарпоне. В магазине был рикотта, взяли рикотта. В принципе, это одно и то же. Сахарная пудра, яйцо три штуки, разрыхлитель, ванильный сахар, мука и сливки. Сливки желательно 33 процентные. У нас вот здесь удачно получилось 35 процентные. Ну и про сгущенное молоко я сказал. Давайте готовить. В посуде, в которую будем замешивать тесто, выкладываем сгущенку, яйцо три штуки, перемешиваем миксером. В мерной кружке у нас 180 грамм муки. В него добавляем пачку разрыхлителя, 10-ти граммовую. Просеиваем. Аккуратно перемешаем ложечкой и окончательно миксером. Тесто готово. Тесто готово. Подготавливаем форму. Мы будем использовать обыкновенный противень. Выстилаем пергаментной бумагой, либо как у нас тефлоновый коврик. Это удобно. Смазываем любым маслом растительным или сливочным. У нас размягченное сливочное масло. Выкладываем ровно половину приготовленного теста. Равномерно распределяем по поверхности. Отправляем в духовку выпекаться при 200 градусах на 6-8 минут, в зависимости от вашей духовки. Смотрите, чтобы он слегка подрумянился. Вот он готовый корж. Делим его на... Мы делим его на две части, потому что мы будем делать вот такой прямоугольной формы. Можно разделить на четыре части. Сделать небольшой тортик, но он будет высокий. Если же вы хотите сделать побольше и высокий, то тогда, соответственно, удваивается количество ингредиентов. Перекладываем и даем остыть. И сразу же также выпекаем второй корж. Пока остужаются коржи, приготовим крем. Выкладываем в посуду, где будем готовить крем сыр. В сыр добавляем всю пачку ванильного сахара. Можно готовить без него, но так будет ароматнее. В пачечке у нас 8 грамм. Также добавляем 70 грамм сахарной пудры. В этой пачке как раз 70 грамм. Перемешаем. Кстати, вариации кремов несколько для этого торта. Можно сыр в общем не использовать. Можно делать просто на сливках 33 процентных или выше. Плюс 100 грамм сгущенного молока. Либо делать просто со сливками и с сахарной пудрой. После того, как хорошо перемешали, добавляем сливки. Взбиваем миксером до загустевания. Вот до такого состояния. Аккуратно обрежем края, чтобы было ровнее. Начинаем складывать. Немного крема выкладываем на дно. Смазываем корж. И так со всеми остальными. Как я уже говорил, хотите торт выше, делайте больше коржей. Благо пекутся они буквально 7 минут. Последний корж также смазываем кремом. Аккуратненько распределяем крем. Украшаем как угодно, на ваш вкус и цвет. Мы просто посыпем посыпушками. Их у нас много, разных. Поэтому сейчас добавим шоколадных. Часа на два, на три отправляем в холодильник. Мы отправим на ночь. Такой вот тортик получается на разрезе. Готовьте. Очень вкусный тортик. Приятного всем аппетита или чаепития на следующих рецептах. Приятного аппетита!